На участке границы Курской области, там вооруженные силы Украины продолжают свою военную операцию по освобождению от путинского режима населенных пунктов Российской Федерации или России, скажем так, чтобы это отличалось, потому что оно реально отличается. На вчера было 74 населенных пункта под контролем вооруженных сил Украины. Еще порядка 10 населенных пунктов находятся в неопределенном статусе, то есть там идут боевые действия. И вот с начала суток продвижение по докладам нашего военного руководства, продвижение наших войск составляет от 1 до 2 километров на утро сегодняшнего дня на разных участках. И более 100 пленных с началом суток взято, вот тоже на утро последние данные. И мы продолжаем вперед. И да, еще 4 населенных пункта. Суджа полностью зачищена, все она полностью под нашим контролем. И мы закончили зачистку суджи от тех, кто там прятался еще по подвалам или пытался там оказывать какое-то сопротивление. Так что суджа это теперь полностью под нашим контролем. Ну и еще правый фланг, или так правильнее сказать, восточный фланг нашего плацдарма, он расширяется. Там 3 населенных пункта были сегодня, перешли с утра, перешли под контроль вооруженных сил Украины. Ну скажу, что обстановка, конечно же, осложняется тем, что первый шок прошел. И сейчас обе стороны начинают подтягивать резервы. Бои становятся более ожесточенными. Враг пытается оказать сопротивление. Первое тушение пожара было осуществлено за счет Харьковского оперативного направления. Оттуда сняли часть войск. Потом сняли с Крыма бригаду морской пехоты. 810-ю перебросили. Сейчас готовится переброска, осуществляется с Херсонского и Запорожской областей. Сюда, в Курскую область. Но и второй этап переброски войск в Курскую область пошел уже, ну будем говорить так, не по плану. Войска закончились. Вот эти первые там несколько батальонов, 15 батальонов там собрали. 15 батальонов дивизионов собрали с разных частей. Я вам зачитывал, кстати, даже с каких частей, какие батальоны. БТРГ забрали 4 арт-дивизиона и 11 батальонов. Два десантных батальона и несколько штурмовых, остальные пехотные. И по-моему еще один танковый. И на этом свободные войска закончились. Дальше резервов нет. Что делает Рашистское командование? Рашистское командование в Курскую область перетягивает этих срочников. Срочников везут со всех уголков Рашистской Федерации. С Калининградской области везут срочников. С Мурманской области везут срочников. С пунктов постоянных дислокаций собирают тех срочников, которые остались, и их перебрасывают сюда. С Белгородской области срочников. И срочники, которые в Курской области отступили вместе с войсками. Их тоже сейчас обрабатывают и заставляют подписать контракт. Причем условия ставятся ультимативные. Либо ты подписываешь контракт и обещают платить 4-4,5 тысячи рублей в день. Уже в новоиспеченным контрактникам. Но надо сразу идти в окопы. Сразу надо идти в бой. Либо, причем срочников некоторых даже снимают, точнее не снимают, а начинают переброску сразу после 3 августа. В некоторых частях Рашистской Федерации прошла присяга, принятие присяги. Сегодня у нас 14 августа, вот 10 дней прошло, и их уже комплектуют команды, да их называют курские отряды. Этих срочников, кого отобрали в эти команды, которые будут сейчас перебрасываться в Курскую область. То есть Путин решил завалить пушечным мясом, молодыми, необученными, необстрелянными бойцами, завалить всю линию фронта на территории Рашистской Федерации. Вот такая там, вот такая ситуация. Плюс еще, начиная, продолжается эвакуация к тем районам, которые эвакуировались до сегодняшнего дня. Сегодня присоединился еще больше Солдатский район. Там тоже началась эвакуация. Кстати, множество жителей приграничных территорий Курской области, где уже неделю идут бои, пропали без вести. То есть нету связи. Местные паблики пестрят объявлениями о поиске родственников, оставшихся в освобожденных вооруженными силами Украины населенных пунктов. Связи мобильной нет, интернета там нет. Сейчас будем устанавливать. Наше командование сейчас будет создавать военные комендатуры в населенных пунктах. Там, где будет необходимо, устанавливается система блокпостов. Ну и, соответственно, решаются гуманитарные вопросы по оказанию помощи местному населению. Это как бы мы соблюдаем все конвенции международные, соблюдаем правила и обычаи ведения войны. Поэтому все, что касается гуманитарной миссии или гуманитарных вопросов, социального обеспечения, все будет осуществляться согласно международных прав и норм. Также бои приближаются к окрестностям Коренева. Об этом нам сообщают расистские военкуры. У них там истерика по этому поводу. Вот. И это Курская область. И, соответственно, это последний населенный пункт перед Рыльском. Дальше на Рыльску практически идет только дорога и никаких населенных пунктов, никаких препятствий нет. Поэтому такая истерика среди расистских военкоров. Это, кстати, то, что я рассказал про срочников, это к разговору о том, что Путин вряд ли собирается сейчас отбивать Курскую область. Потому что таким необученным войском и состоящим в основном в большинстве своем из молодых солдат срочной службы, которые вчера подписали или сегодня подписали контракт. Я так думаю, что, скорее всего, решение будет в конечном итоге, решение будет просто силовое. Их заставят взять... Ну, автоматы им уже раздали, как некоторые говорят. Правозащитники, которые отслеживают эту ситуацию. В частности, там, движение «Иди лесом» сообщает нам о том, что забирают после присяги сразу. Там матери этих срочников говорят, что оружие уже выдали и что готовят, что их будут перебрасывать и будут отправлять на боевые порядки. Это говорит о том, что Путин вряд ли собирает... Видимо, Курск решили разменять на Донбасс. На Донбассе сумасшедшее увеличение напряжения. То есть, там фактически враг пошел ва-банк. А здесь будут, я так понимаю, что будут максимум пытаться сдерживать продвижение вооруженных сил Украины. Сколько получится, столько и будут пытаться. Я так думаю, что в Кремле прекрасно понимает тот же нелегитимный Путин, что Курск рано или поздно вернется. А вот Донбасс, если там они провалят сейчас наступление, то мы уже его не отдадим никогда. А тем более, если мы пойдем в контрнаступление, то все, это будет навсегда. Поэтому все-таки за Донбасс он вцепился зубами и там кидает в бой все, что можно кинуть. Там фактически они выдавливают из себя все, что могут выдать. Здесь, ну, тушат пожар, продолжают этими срочниками несчастными. Это будет сейчас сумасшедшая ипотека. Кстати, срочники не хотят воевать. Они поднимают белый флаг, поднимают руки и выходят с поднятыми руками. Видите, 100 человек буквально с ночи, еще 100 человек сдалось в плен. Там, ну, я не буду называть цифру, потому что она некорректная. Там гуляют очень большие, ну, скажу словами, сошлюсь опять же на президента Зеленского, что он сказал, что сотни, сотни пленных буквально за одну неделю мы на сегодняшний день взяли в плен. Ну, я думаю, что там может быть даже больше тысячи мы взяли пленных, потому что срочники предпочитают сдаваться в плен. Не хотят они участвовать в этой кровавой бойне. Субтитры создавал DimaTorzok